МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Орудие пятёрка! АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, у нашей Орудие пятёрки снова новости. Ну, с малышами мы играли, 5-6 классы, кого у нас только не было. Со студентами мы играли, со взрослыми мы играли, со школьниками, начиная с 5-го по 11-й класс мы играли, с чемпионами Европы играли, с участниками православного турнира Фавор играли. И вот у нас, оказывается, остались неохваченными учреждения среднего специального образования, колледжи. И вот у нас сегодня в гостях, мы исправляем эту ужасную ошибку, у нас сегодня в гостях, слева от меня в красных шарфах, такие милые, обаятельные, талантливые студенты колледжа Народных художественных промыслов. АПЛОДИСМЕНТЫ Девушка в середине очень милая, такая, очень такой, богемной внешности. Верета Майшук, капитан этой замечательной команды. АПЛОДИСМЕНТЫ Справа от меня, справа от меня те люди, от которых будет очень скоро зависеть цвет в ваших домах и справность всех ваших электрических приборов. Колледж электротехники. АПЛОДИСМЕНТЫ Шранители электричества. Капитан команды Сурен Мартиросян, очень серьезный молодой человек в центре, но команду он держит хорошо. Ну, прежде чем начнем, Виолетта, а вот вы закончите колледж, и ваши друзья, кем вы будете? Дизайнерами. Ну что ж, начнем мы с блеф игры. Наша Донетка. Все очень просто, нажал кнопку, говорит да или нет, потому что ведущий иногда говорит правду, а иногда бессовестно врет. Ну, вот такие мы ведущие. Итак, внимание, Виолетта, кто готов у вас сыграть в Донетку с нами? В Донетку я готов сыграть Евгения. Евгения, великолепно. Сурен? У нас готов сыграть Иван. Итак, Евгения против Ивана. Вперед! Простые вопросы, простые вопросы. Верите ли вы, что город Гомель был подарен фельдмаршалу Курмянцеву императрицей Екатериной? Да. Да. Причем, кстати, в указе он почему-то был назван деревней с пятью тысячами душ. Вот так Екатерина слабо знала наши края. Пять очков приносит своей команде Евгения. Отлично. Верите ли вы, верите ли вы, что граница Европы и Азии проходит по Уральским горам? Фальстарт у вас, Женя, за этим очень строго следит наш электронный судья. Иван? Нет. Нет, да. Вот Европа и Азия, на границе лежат Уральские горы. Играем. Верите ли вы, что для белорусского языка характерно оконье? Женя? Нет. Нет, мы акаем. Корова, борода, голова. А там у них на Волге корова, борода, Женя, голова. А-а-а. Браво, пять очков, Женя. Верите ли вы, что полярная звезда находится в Большой Медведице? Фальстарт у вас, Ваня. И отдаете вы шанс Евгении? Да. Да? Нет. Она на хвосте малой медведицы. Можете сегодня вечером выйти, ясная погода. Проверьте, пожалуйста. Играем. Верите ли вы, что компьютерная память измеряется в байтах? И снова, Ваня, ну что же у вас фальстарт за фальстартом? Женя, у вас есть шанс. Да. Да. Килобайты, мегабайты, сейчас уже терабайты и так далее, и так далее. И Женя у нас прямо как компьютер. 15-0. Хорошее начало. Дуэль игры. У дуэль игры пять тем. Внимание. У вас будет пять секунд, чтобы решить, кто из вас какую тему на себя готов взять. Поехали. Наша Беларусь. Первый бой. Второй бой. Географические страны и континенты. Третий бой о русском языке. Великий и могучий, как его назвал Даль. Точные науки. Четвертый бой. Ну это ближе к вам, наверное, электротехнике. И умные мысли великих людей. Это у нас, я думаю, ближе к художественному складу ума. Итак, у вас пять секунд. Принимайте решение. Поехали. Пять секунд истекли. Быстро принимают решение наши учащиеся или обучающиеся, ну я лучше студенты буду говорить, колледжи. Итак, Виолетта, наша Беларусь. Кто у вас лучше всех знает страну? Я думаю, что Евгения. Евгения. Женя. Ну это ваш второй и последний выход в стойке. Больше у нас не ходят. Сурен, кого вы оправляете? Я думаю, что тоже Евгения. Евгений, да? Да. Евгения против Евгения. Вперед! Итак, поехали. Наша Беларусь. В этом белорусском городе ткали знаменитые слуцкие поясы. Прошу, Женя. Слуцк. Что вы говорите? Иногда отвечают полоцк или туров. Но на самом деле слуцкие поясы. Браво! Так называется, так называется национальный детский центр на озере Нары. Фальстарт, Евгений. Зубрёнок. Зубрёнок, пятачков. Хорошо. Я хочу, что я вам понравилось. У вечного огня в Хатыни, знаете, там вечный огонь и берёзки. Сколько там берёзок? Три, две, одна. Прошу. 27. 27? Ой, что-то вы многовато берёзок. Женя, будете отвечать или нет? 9. 9. На самом деле это символика несложная. В Беларуси погиб каждый четвёртый во время войны. Три берёзки и вечный огонь. Теперь вы это знаете. А лучше всего вместе с экскурсией посетите Хатыни. Это одно из святых мест нашей страны. Играем. В эту реку впадают наш Сож и Припять. Фальстарт у вас, Женя, что такое? Женя? Днепр. Днепр, конечно же, да. Этот граф сделал Гомель каменным и дослужился не много-немало, а до канцлера Российской империи. Фамилия? Да. Паскевич. Паскевич, нет. К сожалению, Евгений, я? Три. Две. Не знаю. А это Николай Петрович Румянцев, сын того самого фельдмаршала Румянцева. Кстати, памятник Румянцева вы можете видеть в нашем парке вот как раз перед дворцом возле фонтана. Это именно ему канцлер Российской империи, выше этого, ну разве что государь-император. Итак, внимание. Евгения? Евгения, а вот вы знаете, что вы практически в одиночку уже так очень сильно обидели электроэнергические лица. Так что если у вас что-то такое с инжинирингом электросистем случится, то лучше их не звать. Ничего не сделают. Итак, 30-0. Играем дальше. Итак, наш второй бой, наш второй бой географические страны и континенты. Виолетта, есть человек разбирающийся в географии, ну так, за пределами Турции, Египет, Эмираты? Конечно. Конечно. Кто это? Это наш Саша. Великолепно. А Сурен у вас? Очень хорошо географию. Знают Евгений. Хорошо. Итак, Саша против Евгения. Вперед! Итак, начнем второй бой. Страны и континенты. Именно эта страна находится между Россией и Польшей. Прошу. Беларусь. Беларусь, ну правильный ответ. Красная шапочка пела в фильме про один континент. Крокодилы-бегемоты, обезьяны-кошелоты. А где это все? Прошу. Африка. Африка, конечно. Эти замечательные цветы из семейства лилейных стали символом европейской страны. Что за страна такая? Ответ. Франция. Да, три лилии это символ Франции. Браво! Это самый высокий континент. У него наибольшая средняя высота над уровнем моря. Ну, за счет льда, конечно. Прошу. Антарктида. Антарктида, конечно же. Ледяной континент. Ну и последний образ. Это страна южный сосед Беларуси. Прошу. Украина. Украина. Правильно, Дед. Итак, страны и континенты. 40-15. Впереди колледж народных промыслов. Продолжаем бой. Итак, великий и могучий. Ну, мне рассказали, что в колледжах русский язык уже перестали преподавать. Ну, в самом деле, в школе уже выучили, что? Лучше профессии учиться. Виолетта, ну, тем не менее, кто у вас более-менее нормально в школе русский язык знал? Знала Анна. Анна. Проверим. Суровень у вас. Знала Анастасия. Итак, Анна против Анастасии. Вперед! В своей поэме Руслана Людмила придумал крылатые выражения дела, давно минувших дней, предание старины глубокой. Именно этот поэт. Прошу. Пушкин. Пушкин – это правильный ответ, да. Меткое народное выражение с поучительным смыслом – это… Прошу. Поговорка. Поговорка или пословица принимается. В этой части слова сосредоточено его собственно лексическое значение. Главная часть слова – это слово «коренная». Прошу. Корень. Корень – это правильный ответ. АПЛОДИСМЕНТЫ Расшифруйте, пожалуйста, аббревиатуру «БГУ». Прошу. Белорусский государственный университет. Это правильный ответ. Ну и последний вопрос. Прямая речь обычно сопровождается словами кого? Фальстарт. У вас есть шанс. Словами автора. Словами автора – это правильный ответ. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Прекрасно. 50-30. Впереди колледж народных православ. Следующий бой. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Поехали. АПЛОДИСМЕНТЫ В прямоугольном треугольнике, как вы уже знаете, напротив прямого угла лежит гипотенуза, а ограничивают его два... Прошу. Катита. Катита, отлично. АПЛОДИСМЕНТЫ Внимание. Если тело не меняет форму и не меняет объем, в каком агрегатном состоянии оно находится? Прошу. В твердом. В твердом, отлично. АПЛОДИСМЕНТЫ Свойства элементов находятся в периодической зависимости от заряда их атомных ядер. Этот закон сформулировал великий русский химик. Прошу. Менделеев. Менделеев, это правильный ответ. АПЛОДИСМЕНТЫ Так называется раздел физики, который изучает звуковые явления. Прошу. Акустика. Акустика, отлично. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И этот класс чисел находится между единицами и миллионами. Прошу. Миллионы. Это неправильный ответ. Между единицами и миллионами не миллионы. Тысячи. Тысячи. Это правильный ответ. После точных наук. 60-45. Художники впереди. Электротехники чуть отстают. Следующий бой. Пятый бой. Умные мысли. Сейчас будете проникать в суть мыслей умных людей. Виолетта, готовы? Да. Понятно. Умные глаза. Сурен. Самый умный у нас Ваня. Итак, Виолетта, про него Ваня, вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ И так древние римляне говорили. Арс, лонга, вита, брейвис. Жизнь коротка, а вот оно вечно. Оно это? Виолетта. Ас. А ну. Увы, рыдаем вместе с вами. Иван. Честно, не знаю. Жизнь коротка, искусство вечно. Вам это должно быть ближе, художники. Играем дальше. Вольтер сказал, она избавляет нас от скуки, от порока и от нужды. Она, это, фальстарт у вас Виолетта, и вот у Ивана есть шанс. Работа. Работа, конечно же. АПЛОДИСМЕНТЫ Работайте, и вам будет не скучно и не голодно. Поэт Гамзатов сравнивал прозу презренную с хождением пешком. А что он сравнивал со скачками на коне? Прошу. Поэзию. Поэзию, браво! АПЛОДИСМЕНТЫ Суворов как-то срифмовал. Служба и она две параллельные линии. Никогда не сходится. Она? Прошу. Дружба. Служба и дружба, да. Если служим, то уж никакая дружба не влияет. И заканчиваем. Кузьма Черный сказал, где прошло детство, там и начинается она. Она, это... Прошу. Родина. Это наша Родина. Кстати, 2018 год объявлен в нашей стране годом Малой Родины. Мы об этом помним, мы это знаем. 65-60, совсем сохранился разрыв, но тем не менее впереди колледж народных промыслов. И у нас тест-игра. Поехали. Итак, тестовая игра, наше скоростное централизованное тестирование, А, Б, Ц, игра с вариантами, посвящена теме, близкой всем вам, тема матери. О мамах мы поговорим. Кто больше всех любит маму, Виолетта? Ну, на эту игру пойду я. Хорошо, прекрасно. Соглашусь с капитаном, и я выйду в бой. Прекрасно. Капитанский бой, вперед! Виолетта против Сурена. Какая пара? Играем. В азбучных прописях, помните, в первом классе? Мама моет. А. Раму. Б. Сына. Ц. Пол. Фальстарт. Фальстарт. Виолетта. Сурен. Сына. Сына! Виолетта, ответьте вы. Раму. Мама мыла раму, конечно же. АПЛОДИСМЕНТЫ Теща. Это мать мужа, вариант А. Мать жены, вариант Б. И мать матери, вариант С. Виолетта. Вариант Б. Мать мужа, это свекровь. Играем. Мать героя Троянской войны Ахилла, богиня Фетида, однажды искупала ребенка в чудесной подземной реке. Вариант А. Чтобы окрестить. Б. Чтобы защитить. И. С. Чтобы смыть грязь. Прошу. А крестить. А крестить? Нет, христианства тогда еще не было. Виолетта. Защитить. Защитить, конечно. Он стал неуязвимым. Ну, кроме одной пятки, за которую мама держала. Ну, отсюда Ахиллесова пята. Вы это знаете, конечно. Вот вы мне прекрасно могли это рассказать. Ну, вот я просто для экономии времени. Играем. Белорусский Орден Матери подвешивается к колодке, которая обтянута муаровой лентой. А вот про цвет мы поговорим. А. Розового цвета. Б. Голубого цвета. И. С. Красно-зеленого цвета. Орден Матери. Итак. А. В. С. Красно-зеленого. Красно-зеленого это герой Беларуси. Виолетта? Розового. Розового. На самом деле, голубого цвета. Голубого цвета у нас Орден Матери. Когда-нибудь вы это увидите. Играем. Художник Таидзе. Прямо для вас. Художник Таидзе в 1941 году написал замечательный плакат, который называется. А. Родина в опасности. Б. Родина мать зовет. И. С. Не забуду мать родную. Прошу. Вариант Б. Родина мать зовет. Конечно же. Итак, Виолетта, вы блестяще. Сыграли 90-60. 90 в вашу пользу. 60 на счету колледжа электротехники. Следующий бой. Слайд-игра. Слайд-игра. Любимое развлечение игроков выродит пятерку. Ну, чтобы быть проще. Картинка, буква. Смотришь на картинку, называешь букву. И, собственно, называешь, что там изображено. Ну, художники, дизайнеры, вам должно быть ближе. Картинки все-таки кто? У нас пойдет Анна. Великолепно. А у электротехников? Пойдет Сергей. Сергей. Итак, Анна, пройдем Сергея. Вперед. Ничего, ничего, ничего. Жать не нужно. По очереди. Начинаем с выигрывающей стороны. С вас. Ну что ж, приступим. Буква. Поехали. Аквариум. Аквариум. Прекрасно. 15 очков заработал человек. Поехали. Беседка. Беседка. Отлично. Прошу вас, Анна. Витраж. Витраж. Прекрасно. Это уже профессиональное. Сережа. Галактика. Отлично. Аннушка, ваша очередь. Диснейленд. Да, это Диснейленд. Сергей. Яролаж. Да. Это финальная заставка журнала Яролаж. Мальчишки, девчонки. Анна, прошу вас. Тишина. Буква. Ж. Железо. Железо-химический элемент. Да. Фэррум. Сергей. Пришла ваша пора. Солнечное затмение. Да, затмение. Хорошо. Анна. Индеец. Индеец, конечно же. Ну и, Сережа, ставьте точку. Что же травка такая плохая? Тишина. Тишина в зале. Буква К. Конопля. Конопля? Фэррум. Четыре травки делают замечательное масло и веревки. Масло конопляное. Конопля, конечно. А вот курить ее не надо. Браво, Сережа. Великолепно. Я аплодисменты Анне. Сергею. Ни одной ошибки. Блестяще сыграли. АПЛОДИСМЕНТЫ 165-135. Финальная. Рейс игра. Самое страшное. Правильный ответ. Плюс 20. Неправильный. Минус 20. Молчание. Ноль. Ну, с нулем. Лавров не стяжаешь. Виолетта. Кто из ваших народных промыслов, кто из художников, дизайнеров готов выйти и сразиться? Ну, я думаю, что сразится Федор. Федор, морально готов. Вот, да, человек скала, человек кремень. Утес. Истинный Ариец. Характер нордический, стойкий. Сурен, кого отправляете? Норис готов всегда Евгений. Итак, Норис готов всегда Евгений. Поэт. Я поэт, зовусь Сурен. От меня вам Вальтерен. Хорошо, поехали. Итак, внимание, я напоминаю, правильный плюс 20, неправильный минус 20. Играем. Будьте внимательны. Тема «Наша Беларусь». Высшим орденом в нашем Отечестве является орден... Орден чего? Внимательно слушаем ведущего. Высший орден нашей страны – это орден Отечества. Изо всех сил вам подсказывал. Играем. Отечество. Орден. Все, поздно, милый, поздно. Орден Отечества. Играем. Страны и континенты. Эта страна – один из лидеров по количеству населения и один из экономических лидеров современного мира. Китай. Китай, конечно же. Великий и могучий. Именно этот русский ученый составил словарь великого и могучего русского языка, назвав его «Живым» и «Великорусским». Да. Словарь Даля. Словарь Даля, да. Великий Владимир Иванович Даль. Отлично. Хотя фамилия его не русская. Родители мои иностранцы, но Отечество мое – Русь. Итак, поехали. Точные науки. В прямоугольник, внимание, в прямоугольник, можно вписать окружность только в одном случае. Если этот прямоугольник... Если этот прямоугольник равносторонний, то есть квадрат. Квадрат, конечно же, да. И перед последним вопросом счет. 185-175. Итак, внимание. Тот, кто даст правильный ответ, тот и завоюет победу для своей команды. Итак, внимание. Умные мысли. Плутарх сказал, смелость – это начало ее. Она – это, кто же ее завоюет? Три, две. Прошу. Слава. Это не Слава, к сожалению. Но вам терять было нечего. Абсолютно правильная тактика. Браво. Человек рискнул, дал ответ. Слава герою. Героически сыграл. Что называется, фол последней надежды. Не будете говорить? А тем не менее смелость – это начало победы. Придела команда колледжа народных промыслов. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, сувениры от телерадиокомпании «Гомель» в руках у счастливых победителей. Это колледж народных промыслов. Великолепную, равную игру показала команда колледжа электротехники. Блестящая игра. Дорогие колледжи, не теряйтесь, появляйтесь у нас на РВД «Пятерки». И мы с радостью о вас скажем. Играем в «Пятерку», получаем десятки. Играем! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова